Шаг один, шаг второй. Самые естественные движения, над которыми большинство людей задумывается редко. Но есть в городе Щелково жители, для которых 20 сантиметров бордюра станут непреодолимой преградой. Постепенно реализуется в городе программа «Доступная среда». Проверить, насколько доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья улицы и социальные объекты, решили депутаты Щелковского района. Совместно с экспертом общественной палаты Светланой Паршиной и представителями Координационного совета по делам инвалидов начали с осмотра новой гордости города – улицы Парковая. Для колясочников многое там доступно, проехать хорошо, за исключением одного пешеходного перехода, где сужено и неправильно понижен бордюрный камень по бокам. Лавочки немножко не предусмотрели, потому что по нормам нужно, чтобы был один хотя бы подлокотник. Ко мне на прием обращались граждане по поводу того, что некоторые работы по благоустройству наших дворовых территорий и ремонту учреждений в социальной сфере велись и не всегда качественно исполнялись требования по доступности, по доступной среде. Поэтому мы связались с представителем Координационного совета Юрием Николаевичем Родионовым и решили сделать вот такой совместный выезд. Для людей на инвалидных колясках новая парковая и вправду вполне приспособлена, за исключением нескольких небольших недочетов. Но вот что о жителях с другими ограничениями здоровья. Тактильная плитка для слабовидящих на улице буквально повсюду, однако количество – не качество. По словам эксперта общественной палаты, строители допустили несколько крупных ошибок, размещая различные виды плитки. К примеру, внимание, опасность предупреждает конусовидная брусчатка около лавочки, а кое-где квадратный рисунок и вовсе говорит о непреодолимом препятствии. И наоборот, напротив каменного шара плитка – направляющее движение. Вот он идет и натыкается вот на этот шар. Либо его надо обносить плиткой, которая вот с квадратными рифами. Лифы что ли? Либо надо что-то думать другое. От пешеходной зоны перешли к центральным улицам. Множество проблем на улице Шмидта. На большинстве пешеходных переходов не опущен бордюрный камень. На пересечении с площадью Ленина этот вопрос планируют решить уже в этом году. Переход через арку на Шмидта для людей с ограниченной подвижностью не приспособлен. Решение проблемы осложняет то, что здесь тротуар, как и здание в собственности. Так, в большинстве мест пришлось передвигаться прямо по проезжей части. А вот на Краснознаменской недавно прошли работы, во время которых постарались учесть стандарты доступной среды. Однако самими представителями сообщества при этом не посоветовались и допустили несколько недочетов. Где-то не понизли бордюрный камень, либо понизли его так неправильно, что это акробатически просто. Можно выпасть с коляски, без помощи не справишься. Особенно это та часть, где идет вдоль забора, около больницы и Славе. Все равно радует, даже если где-то что-то делается. Да, делается медленно, но делается, делается. Хоть какую-то часть дороги можно проехать. Все это протоколировалось, будет протокол нашего совместного совещания. Я думаю, что этот протокол, он выведется и в какие-то конкретные действия, конкретно к определенным специалистам в администрации. При составлении технического задания на ремонт тротуаров или дорожного покрытия должны обязательно учитываться те вещи, которые мы указали. Мы будем обращать внимание на те нюансы, которые мы сегодня проговорили вместе и с общественной палатой, и с депутатским корпусом. И, безусловно, все, что возможно, необходимо устранить, и чтобы эти объекты были доступны. Более 45% социально значимых объектов в Щелковском районе уже соответствуют стандартам доступной среды. В этом году цифру планируют увеличить до 50%. Так, прямо сейчас работы по обустройству пандусов идут в Доме культуры имени Чкалова. В наличии и кнопка оповещения на входе, а также индукционная система для слабослышащих в зале. Завершить работы планируют уже в этом году. Но это социальная инфраструктура. Сложнее с объектами торговли. Проверив недавно реконструированный торговый комплекс на Пролетарском проспекте, обнаружили слишком крутой пандус. Эксперт объясняет, если высота метр, длина должна быть минимум 12. Ширина пантуса метр. Между перилами 90, потому что кто-то руками помогает. Поручни. Обязательно два ряда. 90 высота, 70. И обязательно отбойник для колес и для соскальзывания ноги, либо палочки кто идет. Обязательно. После проверки решили, чтобы таких недочетов не возникало в дальнейшем, необходимо участие жителей с ограниченными возможностями здоровья еще на стадии проектирования. Депутаты Щелковского района предложили вынести этот вопрос на уровень Московской области. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».